Вернувшись домой с подружками в уже довольно позднее время. Мы заварили чай, поужинали. Затем я прилегла на диван, они все еще о чем-то общались, обсуждали дело, попивая чайок, я же случайно задремала. Внезапно меня разбудил голос, взявшийся из ниоткуда, тембр сильно искажен, словно из старого радиа, сопровождающийся сильным сыпучим шумом. Достаточно громко, четко, но в то же время спокойно, не спи. Я от неожиданности вздрогнула, открыла глаза. Девушки продолжали общаться, они никого не слышали. Для меня их голоса померкли на фоне этого голоса старого радиа, стали более тихими, далекими. Внезапно голос возник вновь. На этот раз он просил о каких-то странных вещах, что, мол, я каким-то образом должна заставить девушек сделать что-то, например, встать, подойти к какому-то предмету, бросить чашку, еще что-то и т.д. Я таращилась в них с вопросительным взглядом, но произнести хотя бы одно из этих нелепых указаний не решалось. Спустя какое-то время голос снова возник. Надо, чтобы они это сделали. Крикнул голос так, что у меня аж в ушах зазвенело. От сильного звона перед глазами залетали искры. Я судорожно начала пытаться объяснить девушкам, что происходит, что им надо сделать, хоть как-то адаптировать это под какое-то разумное объяснение, но те лишь смотрели на меня не понимая ни слова, спрашивая зачем, смеялись. Однако голос не стал ждать и снова возник с еще большей силой и напором, надо, чтобы они это сделали. В ушах трещало от такого ора, я уж было подумала, что уши в трубочку свернутся или я вовсе оглохну от такого крика. Дыхание перехватило. Перед глазами мерцало, все шумело, плыло, и темнело, я с трудом теперь уже различала лица девушек. Но когда голос замолчал, от безысходности все же произнесла точный и четкий указ голоса, что нужно сделать. На мое удивление, те послушно последовали этим указаниям. Через минуту голос снова возник зловеща, хотя на этот раз спокойнее, получив то, чего желал надо, чтобы они захотели это сделать. С ударением на слово «захотели». Теперь я вновь, сидела в раздумьях, как же это так, я не могу их заставить захотеть, это выше моих возможностей. Попросить я могу, а сделать так, чтобы захотели. Надо, чтобы они это захотели. Заорал голос до потемнения в глазах, и нестерпимой боли в голове, словно еще чуть-чуть и она лопнет. Больше я ничего не видела, лишь обрывки картинок, девушки, бессознательно стоящие в замерших позах, словно ожидающие дальнейших команд, и шум в ушах, потихонечку не спадающий, что говорит об отдалении голоса в позицию ожидания действий с моей стороны. Я знаю, что должна что-то сделать, что-то им сказать, но больше ничего не вижу. Надо, чтобы они это захотели. Завопил голос так, что меня выкинуло из сна. Я растопырила глаза и просто смотрела во тьму, в потолок, просто для того, чтобы удержаться в себе еще немного, не лишиться рассудка. Со временем слова голоса слились в общий шум и постепенно удалились прочь. Я осталась одна, наедине с тишиной. Она мне казалась давящей, будто это и не тишина вовсе. Боялась пошевелиться, чтобы, не дай бог, ее не нарушить, и не воспроизвести ни звука. Что же это было такое, неподвластное простой человеческой воле, вклинивающееся в сознание, неизвестно мне по сей день. Больше подобное не повторялось.